Спасибо, приветствую вас, коллеги. Меня зовут Сергей Кашко. Я инженер компании «Безопасные дороги Беларуси». Сегодня я тут хотел бы поделиться опытом развертывания и внедрения того, что вот сейчас все обсуждали гиперконвергентные системы Nutanix, как она упростила нам жизнь. Коротко спойлер скажу, что Владислав прав, все так. Вот. О моей компании «Безопасные дороги Беларуси» создана была для проектирования, строительства и эксплуатации систем фотофиксации нарушений правил дорожного движения, а также мониторинга трафика на территории Республики Беларусь. В данный момент более 500 стационарных датчиков насчитывается, располагается по всей территории Республики Беларусь. Какие-то по оптике, в основном все по 3G соединяется. Есть мобильные датчики контроля скорости, которые стационарно, локально выгружаются у нас в организации. И очень много сейчас запускается экспериментальных датчиков, которые фиксируют не только скорость, но и иные правила, нарушения правил дорожного движения. Вся инфраструктура, которая у нас была до внедрения, можно описать 8 серверами основными. Это были старички, ну и там затесались более новые. IBM 3550, вся система хранения находилась на нетапах. Это фасы старой модели 2040, более новые 3220 и IBM Starwise 3700. Основными предпосылками к тому, что мы начали переходить в гиперконвергентной системе, это, конечно, end-of-life серверов. Это конец срока эксплуатации и ближайшая замена серверного оборудования, а также очень дорогостоящее продление поддержки для систем хранения. Для нетапа это была почти такая же сопоставимая цена, как и нового оборудования. Также немаловажным моментом было того, что все управление всей старой инфраструктурой было децентрализовано. Часто надо было либо куда-то там через компорт подключаться, либо идти в консоль, либо с ноутбуком там лезть, чтобы что-то настроить, прописать, какой-то скрипт запустить или еще что-то. Поэтому в качестве замены, которая снимает всю головную боль, была рассмотрена интегрированная масштабируемая платформа со встроенной виртуализацией под управлением Nutanix. Как и все проекты, конечно, хотелось бы все это пощупать. Мы запросили демо-систему. Демо-система нам приехала в качестве NX3460. Это двухъюнитовый блок с четырьмя нодами. Конфигурация была сопоставима с уровнем нашего оборудования, то бишь это были старые аксиончики, во вторые памяти на ноду по 512. В общем, нормальная SSD и HDD тоже среднего уровня. Запуск всей системы с момента, как ее привезли, тормозилось и запустилось за 45 минут, только из-за того, что наш сетевой инженер немножко перепутал VLAN. А так я бы сказал, что минут за 30 бы запустилось. Для полноценного тестирования, естественно, никакой синтетики, мы сразу от всего этого отказались. Была цель именно протестировать полностью наш прот. Для этого на систему была залита полностью обработка первичных данных с нарушением датчиков контроля скорости, мониторинг проездов, регистрация и все базы данных, которые за их отвечают. Перенос виртуальных машин осуществлялся с штатным программным обеспечением Nutanix это Move. Он обеспечивает безболезненный перенос виртуальных машин на Nutanix. Там никаких дополнительных плясок не надо было. Данные по нарушениям были просто скопированы, а базы данных были развернуты из бэкапов на готовые системы, без каких-то тюнинга, без какого-то предварительного дополнительной настройки. И начали тестировать то, что у нас было на старой системе с гиперконвергентной системой. Получается, что при операциях с файловой системой, такие как распаковка, обработка, либо поиск нарушений, производительность в среднем была около 200%. Также нами были протестированы нагрузки с увеличением количества потоков. И вот это было очень такое удивление для нас, когда мы поняли, что больше нет такого ограничения классики, когда большее количество потоков упиралось в какую-то производительность, невидимую стену. Тут этой стены не было. Чем больше потоков, тем больше производительность. И за счет этого мы добились того, что в одном из тестов, самый такой муторный тест, это выгрузка данных с мобильных датчиков, которой занимается оператор вручную. Вот на этом слайде стоит 12 тысяч процентов. Да, это не ошибка. С 20 минут для одного датчика мы сократили выгрузку до 10 секунд. Как мы этого добились? Мы просто запускали не в один поток все нарушения с этого датчика, а каждое нарушение отдельным потоком. И это никак не сказалось на производительности. Гиперконгергентная система это скушала. И человек, который занимался выгрузкой этих данных, он, в общем-то, тратил на это занятие где-то около 6 часов. Сейчас он занимается максимум от силы 2 часа, да и то, чтобы бумажки оформить какие-то. Также были очень хорошие серьезные тесты баз данных. Неоптимизированная база данных выполняла запросы в порядка 8 раз быстрее. Для сравнения самый большой тест, ежедневная статистика по частям и оплатам. Она у нас запускается каждый день ночью, выгружается и обрабатывается запрос 3 часа. На новой гиперконгергентной системе это заняло 18 минут. В общем, и вся обработка ночью отпала. Можно переводить в актуальное состояние, там хоть по любому запросу бизнеса, хоть каждый час выгружать эту статистику. Также тестировались всякие сервисы по восстановлению из резервных копий. Пытались убить систему, система выжила. Для примера, отключили полностью сетевое оборудование на 15 минут. Включили, кластер запустился, стейт полностью поднялся, никаких потерь данных, вся работоспособность восстановилась, все сервисы заработали, как будто ни в чем не бывало. Конечно, такие тесты приняли и решили систему внедрять. Для того, чтобы оценить производительность, для начального этапа оценили, что вся структура виртуальная для начала переноса будет достаточно с 8 серверов перейти на 3 ноды. В качестве вендора мы выбрали Lenovo и нам предоставили возможность для выбора, какие из серверного оборудования купить. Естественно, лучше компактные одноюнитовые, поэтому HX3320 с полным набором сервисов, это там и Lenovo X-Clarity, Nutanix Enterprise Cloud, все это было встроено. Но могу сказать, что Nutanix позволяет делать все, что заложено сервисом и ПО самого вендора. Мне сейчас больше не надо беспокоиться об обновлениях прошивок, дисков, мониторинга состояния и прочего. Было на моменте запуска этих 3 нод два железных кейса. Довольно интересный кейс, это открыло само приложение X-Clarity. В субботу ночью сработал алерт, что один из модулей памяти возможно поврежден. Автоматом открылся кейс. В понедельник мне уже уведомление, что ваша память готова стоит возле вас, готов инженер поменять вам эту оперативную память. Второй кейс. На одной из нодов просто выскочил алерт о том, что возможно между двумя CPU нарушен обмен данных. Кейс решения замена материнской платы. Я вывел ноду в Maintenance Mode. Приехали инженеры, поменяли материнскую плату, все запустили, никаких перерывов в работе, все быстро, планомерно, и все это работает. Дальше по наращиванию и расширению функционала. Так же, как и с заменой любого оборудования, либо каких-то компонентов, точно так же это все просто и наращивается. В эти три ноды была докуплена оперативная память. Спустя некоторое время кластер был расширен, добавились еще две такие же ноды. И в это же время полностью перевел свой кластер на сеть тоже от Lenovo, заменив цисковские свои свечи на Lenovo NE1032, которые точно так же полностью интегрируются с Nutanix, с гиперконвергентной системой. Если я создам любую виртуальную машину, с любой, какой только захочу, VLAN, этот же VLAN на этом же порту, этого же свеча сразу же создается, автоматически добавляется правило, и все это работает на ура. Из того, что тоже могу сказать, как Влад сказал, Владислав, что люди начали заниматься тем, что они начинают оптимизировать код. Да, это правильно. У меня, мои программисты, до этого сидели и убеждали, что это не может так быстро работать. Когда им дали инструмент и показали, какие могут быть возможности, они просто откинули все и начали кодить так, как они видят и как это должно работать. Естественно, все бизнес-приложения наши и обработка и прочее было переведено сразу же на новую инфраструктуру. Это что за собой повело? По части обработки нарушений. Ну, это, я думаю, только, наверное, наши белорусские коллеги заметят, что если они нарушили, то, в принципе, штраф им может уже прийти спустя несколько дней после того, как они нарушили. До этого и процессуально, и в плане обработки информации могло доходить до месяца. Поэтому мы такие рамки очень быстро уменьшили время обработки за счет того, что просто изменили подход к обработке информации и самой структуре обработки данных. Также дальнейшие планы у нас по модернизации. Мы, возможно, добавим к этому существующему кластеру ноды, которые для capacity-ноды. У нас будет несколько проектов по хранению больших данных. Это перспективные проекты. И точно так же, очень просто, добавив 2 или 3 ноды в этот существующий кластер, я надеюсь, что она точно так же расширится. Но самое главное, что принесло внедрение, это, конечно же, консоль. Консоль управления всего. Из этой консоли обновляется, как я уже сказал, как гипервизор. Актуальные версии Objects, Nutanix Files с новыми дополнениями, фишками. Не надо больше никуда лезть, смотреть, почему там что-то отвалилось. У тебя единая консоль. Также можно настраивать всякие сценарии. Вот у меня очень бывают пики, когда какой-то сервис либо остановился, либо очень пришло много с датчиков нарушения. Это бывает, что когда связь какая-то плохая, это было. Из-за того, что мониторинг видит, что возросла нагрузка, для этой виртуальной машины добавляется VCPU, добавляется оперативная память. Если она не справляется, добавляется сразу автоматически вторая же такая же виртуалка, точно так же настроена, и она занимается обработкой. Как только этот пик упал, это все автоматом выключается, без какого-то вмешательства, просто один раз настроив. И сейчас я могу тоже так похвастаться. Штат сократился IT из 8 человек до 3. Это то, что достаточно для обслуживания всей инфраструктуры. Дальше полет фантазии и разработок диктует только бизнес. Что они скажут, мы для них сразу сделаем. Запас прочности у нас есть. Поэтому я готов рекомендовать эту платформу. Она действительно снимает все задачи с твоих плеч, и тебе только остается думать, как решить какую-то новую задачу бизнеса. Всем спасибо. И спасибо большое за вашу презентацию и участие. Спасибо. 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 Продолжение следует...